Я хотел бы вам рассказать историю песни «Бьется в тесной печёвке огонь». Осенью 1941 года, когда наши войска отступили к Москве в редакции газет, где работал Савин, перебралась в здание столичного ГУХА. К новоселам то и дело заглядывали литераторы, корреспонденты из других изданий, чтобы узнать горячие фронтовые новости. Однажды к нам заскочил Константин Листов. У него чесались руки написать песню о войне. Да и в голове вертелась мелодия, а стихов подходящих не было. Так он стал выпрашивать стихи у сотрудника редакции Алексея Суркова. Сурков порылся в портфеле и достал оттуда письмо стихотворения, которое еще вчера хотел отправить жене. Через пару дней радостный Листов влетел в редакцию и стал приставать к сотрудникам с просьбой ее саккомпанимировать. А у меня была гитара, и я немножечко подыграл Лисову. А где уловил слова, подпел, скромно звучит Савин. Так вместе мы впервые исполнили его песню «Бьется в тесной плечурке огонь». Песня оказалась очень известной впоследствии. Ее посередине поют, а у меня слезу прошибает. А он там пишет, где? И поехали. Бьется в тесной плечурке огонь На поленьях смола, как слеза И поет мне в землянке гармон Про улыбку твоими глазами Про тебя мне шептали кусты В белоснежных полях Я хочу, чтобы слышала ты Как тоскует мой голос живой Ты сейчас далеко-далеко Между нами снега И снега До тебя не дойти легко А до смерти четыре шага Пой гармоника в юге назло Заплутавшие счастье Зови Мне в холодной землянке тепло Под твоей негасимой любви Мне в холодной землянке тепло Под твоей негасимой любви Под твоей негасимой любви Пасмолю Пасмолю